96-летняя Елизавета II ушла из жизни 8 сентября. Официальную причину смерти королевы пока не озвучили. Королевский эксперт Кейт Никол, которая лично знала монарха, назвала свою версию произошедшего. По словам Кейт, королева не выдержала разлуки с любимым мужем, принцем Филиппом, который ушел из жизни в апреле прошлого года. Королева, прожившая с ним в браке 74-х года, говорила, что он был ее главной опорой в жизни. Смерть мужа сильно подкосила королеву. Думаю, она в конце концов умерла от разбитого сердца. Она никогда не была прежней после того, как Филипп ушел. Они были вместе 74-х года. Он был, по ее словам, ее силой и опорой. Он поддерживал ее во всем, что она делала в жизни. Я думаю, что что-то в ней умерло, когда он ушел, рассказала Никол изданию ИТИ, онлайн. Принц Гарри сделал все возможное, чтобы Меган Маркель чувствовала себя комфортно на похоронах Елизаветы II. Ведь известно, что королевские родственники недолюбливают своенравную герцогиню сосекскую. Я заметил, насколько Гарри поддерживал Меган. Когда после церемонии они расходились в разные стороны, он крепко сжал ее руку. Он хотел, чтобы она чувствовала себя комфортно, а поделился один из гостей панихиды. Принц Гарри и Меган Маркель шли следом за принцем Уильямом и Кейт Миддлтон во время похоронной процессии в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Траурное мероприятие было слишком эмоциональными для Меган, она не смогла сдержать слез, оплакивая потерю Елизаветы II. Эксперт по языку тела Джуди Джеймс отметила, что Маркель, в свою очередь, тоже предлагала мужу молчаливую поддержку на протяжении всей церемонии. Накануне прошла траурная церемония прощания с Елизаветой двумя, которая скончалась 8 сентября в замке Балмарал в возрасте 96 лет. Сначала в Вестминстерском аббатстве состоялась панихида, а позже гроб с Ее Величеством доставили в Виндзорский замок, где его опустили в усыпальницу в часовне Святого Георгия. На похороны монарха прибыли все члены королевской семьи принца Уильям и Кейт Миддлтон со старшими детьми Джорджем и Шарлоттой, король Карл III с женой Камилой и даже принц Гарри и Меган Маркель, к которым было приковано особое внимание. Меган надела на церемонию стильное черное платье Кейп облегающего кроя. В качестве аксессуаров она выбрала туфли-лодочки на шпильке, шляпу с широкими полями. Маленькие серьги с жемчугом, которые Елизавета II подарила ей перед свадьбой с Гарри в 2018 году. Однако многие британцы обратили внимание не на наряд Меган Маркель, а на ее макияж. Герцогиня Сосекская сделала мейкап с эффектом смоки-айс и накрасила губы глянцевой помадой кораллового оттенка. Дополнить свой бьюти-образ она решила наращенными ресницами и собранными волосами. Многие британцы сочли макияж герцогини Сосекской, слишком вызывающим для траурного мероприятия. Это же не Голливуд, но она хочет выглядеть, как голливудская звезда, Меган выглядит потрясающе, но слишком ярко, ее макияж смотрится дерзко, написали интернет-пользователи в недоумении. 19 сентября в Лондоне прошли государственные похороны королевы Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балмарал. На траурной церемонии присутствовали члены королевской семьи, включая принца Гарри и Меган Маркель, а также влиятельные мировые лидеры. В 10 часов утра двери Вестминстерского аббатства открылись для избранного круга лиц, приглашенных на панихиду. За процессом похорон на улице наблюдало около миллиона британцев и гостей из других стран. Гроб Елизаветы II под несмолкаемые аплодисменты перенесли к лафету королевского флота, затем процессия двинулась из Вестминстерского дворца в Вестминстерское аббатство на службу. По традиции лафет тянули моряки из королевского флота в сопровождении членов королевской семьи. Король Карл III не скрывал слез, его заботливо поддерживала сестра, принцесса Анна. Принц Гарри и принц Эндрю были целиком погружены в свои мысли, им обоим запрещено носить военную форму на официальных церемониях. Меган Маркель присоединилась к своему супругу в Вестминстерском аббатстве. Также в церемонии прощания принимали участие дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон, 9-летний принц Джордж и 7-летняя принцесса Шарлотта. После государственных похорон гроб отправился в Виндзор, к часовне Святого Георгия, где состоится последняя служба. Здесь Елизавета II упокоится рядом с мужем, скончавшимся годом ранее принцем Филиппом. На днях Меган Маркель и принц Гарри в очередной раз столкнулись с критикой. На этот раз поклонники возмущены тем, что супруги продолжают использовать королевские титулы в корыстных целях. Сосекские не упускают возможности заработать даже во время траура. Общественность в недоумении, почему после смерти королевы Гарри и Мегана публиковали в своих соцсетях развлекательный контент. Сначала супруги поделились снимками с недавних мероприятий эпизодом нового подкаста, и лишь затем разместили пост о кончине Елизаветы II, пользователи назвали подобный жест откровенным хвастовством о своей популярности. Позже публикации, не связанные с печальным событием, были удалены. По слухам, этому способствовал новый король Великобритании Карл III, который серьезно поговорил с младшим сыном и его женой. Журналисты любят строить прогнозы о правлении того или иного монарха не только на основании мнения королевских экспертов. Портал Таддей прибегнул к помощи астрологов, которые составили натальную карту на основании точных данных о его дне рождения для короля Карла III, чтобы понять, как он будет распоряжаться своими полномочиями. Вне границ Солнца в Скорпионе в натальной карте сына британской королевы, недавно почившей, правят стабильные знаки. Он родился в столице Англии, Лондоне, 14 ноября 1948 года, непосредственно перед полнолунием, которое произошло в Тельце в 21 час 14 минут. Большая тройка нового короля или его знаки Солнца, Луны и восходящего Солнца вся состоит из знаков, которые считаются устойчивыми, то есть надежными. Солнце Карла находится в Скорпионе, а его Луна – в Тельце, что делает Карла III довольно беспристрастным и малоэмоциональным человеком, которому требуется скорее знать горькую правду, чем слышать красивую ложь. Сам он также любит говорить искренне, за это отвечает асцендент во Льве. Подобное сочетание астрологических знаков может говорить о нем то, что он является жестким человеком, который не станет проявлять гибкость в общении. Тем не менее, Солнце в Скорпионе говорит о способности нового короля совершенствовать свой характер и делать его лучше, если того потребуют обстоятельства. Скорее всего, после получения трона он захочет наладить отношения с родственниками, с которыми прежде не мог найти общего языка. Натальная карта Карла III очень тесно связана с картой его матери, Елизаветы II. В астрологии Луна отвечает, помимо всего прочего, за эмоции и связь с женщиной, которая произвела обладателя натальной карты на свет. У короля Карла III Луна находится в Тельце, а у его матери там же пребывает Солнце. Это доказывает их духовную близость и способность к сильной эмоциональной привязанности друг к другу. Их близость еще больше подчеркивается тем, что Солнце и Луна для обоих находятся в одном и том же градусе. Связывает только что севшего на трон монарха с Елизаветой двумя еще и лев, у королевы он находился в Луне в то время, как ее старший сын сам является восходящим львом. Присутствие Луны в десятом доме может означать для отца принцев Гарри и Уильяма продолжение того карьерного пути, который уже был проложен его матерью. После смерти Елизаветы II в монаршей семье многое изменилось. Принц Чарльз стал королем и взял себе имя Карл III, принц Уильям и Кейт Миддлтону наследовали титулы принца и принцессы Уэльских. Кроме того, не остались в стороне и дети принца Гарри и Меган Маркель. Трехлетние Арчи и годовалая Лилибет автоматически получили титулы принца и принцессы в связи с тем, что их дедушка теперь официально правящий монарх. К слову, для детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон королева Елизавета II в свое время сделала исключение, дав им титулы принцев и принцессы. Однако накануне выяснились новые подробности. Арчи или Лилибет получат высокие звания, но без титула их королевских высочистов. Гарри и Меган обеспокоены проблемой безопасности. А с получением этого титула они могли бы рассчитывать на помощь британской полиции в охране их детей. За последнюю неделю у них был не один разговор с Карлом III на эту тему, отметил источник. Напомним, что в прошлом году Меган Маркель в интервью о Преуинфри возмущалась, что Арчи была отказала в титуле из-за его цвета кожи. Но представители Букингемского дворца поспешили опровергнуть эту версию.